Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة السلام على رسول الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. И сегодня, إن شاء الله تعالى, тема наша связана с фикху-ль-джанайз, обычно так в книгах фикх называется. Аль-джанайз — это все, что связано с нашей обязанностью перед нашими братьями и сестрами, которые мирной, да, пошли. И мы все на этом пути. И хочу сказать, что в основном вы увидите, что это все обязанность на живых, да, возложено. Человек, когда ушел из этого мира, да, его тело осталось, да, но душа уже не в этом мирском мире. И, как правило, он не несет ответственность, что с ним произойдет после смерти. Есть некоторые исключения, мы об этом поговорим, إن شاء الله, но в основном мы говорим о наших обязанностях, как родственники, общины мусульман, потому что все, что связано с фикху-ль-джанайз, запокойные молитвы, запокойные там, все эти обряды связаны с покойными, это носит статус фард-кифая. Что такое фард-кифая? Это то, что какая-то часть мусульманская ума должна делать. Если никто это не делает, все мы грешники. Допустим, такой случай, если кто-то из мусульман в нашем городе умер, и никто не занимался его похоронами, то мы все, может, сколько миллионов мусульман в Москве, может, два, три, все мы грешники. Все мы делим между собой грех, что этот человек не похоронили по-мусульмански. А если несколько человек собрались и сделать, что надо, то мы все сняты с нас ответственностью. Поэтому это фард-кифая, в некоторых ситуациях получается, кто знает, вы оказались в такой местности, или где вы должны уметь это знать и сделать, и снять с себя, как бы, обязанность с себя лично и с ума. Мы знаем, что есть вещи обязательные, есть вещи желательные. Я тоже постараюсь на это тоже указывать, иншаллах. И с момента, как человек скончался, умер, у нас есть несколько этапов. Что мы должны делать, что мы желательно, чтобы мы делали. Что в шариате смотрят, что обязательные. В шариате считается, что надо молиться за человека, это первое, это обязательно. За человека, мусульман, надо молиться. Надо просить за него прощение. Второе, тело его надо захоронить, да, под землю. Таким образом, в таком месте, чтобы, мы же знаем, потому что мы знаем, что тело наше, субхана, это оболожка для живой души. Если души нет, то она, все, эта оболожка портится. И чтобы не получилось, что тело нашего брата или сестры выглядело нехорошо, что-то разлагание происходит, или дикие какие-то животные, да, нападали на это тело, мы то, что делаем, под землей, заходим на такой глубине, чтобы этого не случилось. Это так данное уважение мы проявляем. Это, кстати, основные вещи. Все остальные обряды вокруг этих двух вещей. Вокруг молитвы и вокруг захоронения тела, понимаете? Да. Поэтому первое, что происходит, и когда мы проверили и уверены, что человек умер, обряды джаназа как можно быстрее происходят. То есть в исламе считается крайне нежелательно. Макру тянут с процессом. Если человек, кто специалист или кто-то там, знаешь, подтвердил факт смерти, в наше время это врачи, они как бы утверждают, что человек действительно уже мертв, то мы не должны тянуть. Вот это привычки, пока родственники приедут из другой области, давайте подождем неделю, давайте там чего-то там и этот. Это не очень хорошая вещь. Это макру. Я не говорю харам. Я не говорю прямо харам, но это макру. Конечно, сложно сказать человеку, который потерял только что любимого или родственника и так далее, что ну он умер, все, что там, какая разница. Ну, конечно, но логика говорит, какая разница на самом деле. Он умер. Ты видишь с ним, не видишься. Это ничего не изменит, может быть. Это такие эмоции. Поэтому мы должны быть на границе. И, может быть, не расстраивать родственников и так далее, но с другой стороны тоже не позволит, чтобы получать некрасивый адрес. Ну, да, понимаю, что в наше время есть так называемые специальные такие холодильные камеры, где держат тела мертвых и продлевают срок какой-то там и это. Но в исламе, чтобы вы знаете, что он не меняет, по сути, это макру, нежелательно. И вот мы говорим про ответственность нашей, пока мы живы. Желательно, чтобы мы завещали нашим родственникам о некоторых вещах. Желательно, чтобы мусульман завещал своим родственникам. Во-первых, похороните меня только по-исламски, по мусульманским обрядам. Похороните меня в мусульманских кладбищах. Похороните меня как можно быстрее, если что-то. Не надо меня отвезти в другую страну, где мои предки родились, и там меня. Никакой разницы. Вся земля принадлежит Аллаху. И, по идее, мы должны эти вещи сами завещать. «Ой, я себя не буду чувствовать хорошо, пока мне не похоронят с моей бабушкой в деревне, где я родился». Не до этого. Когда человек умирает, он не будет понимать захорону в Нижегородской области, или, понимаете, в Карелии. Это уже не будет иметь значения, поверьте. Поэтому лучше, вы пока живы, вы это будем объяснять. Потому что ваши родственники не знают, что, как лучше. Когда человек завещает, это хорошая вещь. То есть, сообщайте, самые близкие родственники и близкие люди, которые вы предполагаете, если что, они за это отвечают. Чтобы готовить, как мы говорили, что джанна за намаз, молитва за покойную молитву, мы готовим тело покойного к этому обряду. Как происходит? Это через омовение, гусуль. В принципе, он очень-очень похож на гусуль живого человека. Как человек делает гусуль, в принципе, тоже покойно мы делаем такой же гусуль. За некоторым исключением, потому что это не живой человек. Поэтому Мухаммад, алей-салям, в достоверном хадисе говорил, что когда было два случая в достоверных сборниках хадисов. Случай связан с дочерью пророка, когда умерла. И был случай про человека, который в хадже умер. И он там и там дал инструкцию людям, как делать омовение, гусуль и как молиться. Поэтому это два хадиса, главный ориентир, причем во всех мазхабах, четырех мазхабах. Конечно, в четыре мазхаба есть какие-то отличия, какие-то мелочи, но в целом, в общем, большинство вопросов у них одинаковые позиции. Потому что одно и то же долин, в принципе. Они все ссылаются на одно и то же долин. И вот Мухаммад, алей-салям, говорил, советовал тем, которые умывают тело, чтобы они умывали сначала органы омовения, вуду. Потом мыли все тело, как гусуль. Маямин, майаср. То есть сначала правая рука, потом левая рука. Сверху вниз. То есть сначала верхняя часть тела, потом нижняя часть тела. Как гусуль. Наверное, вы кто гусуль сам делает, естественно, мы понимаем, что об этом решили. Но Мухаммад, алей-салям, также советовал, чтобы мыли нечетным количеством. Три, пять. Вот такой, три раза помыли. Пять раз помыли. Семь раз помыли. Вот, пожалуйста. И одни из этих разов, которые мыют, чтобы это было, он говорит, сидр. Сидр. Ну, в наше время, это, знаете, в то время это как мыло. Да, то есть, поэтому можно мылом вместо, в наше время шампунь, мыло и так далее, и так далее. Мухаммад, алей-салям, попросил, чтобы одним разом помыли, используя ас-сидр. Ас-сидр это такой, по-русски я сейчас забыл, как называется, и кафур, камфра, 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 да. Вы знаете, что эти вещества, они и чистят, убирают жир, грязь, и также у них есть запах, такой, немножко такой специфический запах, который изгоняет насекомых и так далее, да. И запах приятный немножко, да. Вот, поэтому он как бы освежающий и так далее, и держит тело на какое-то время в хорошем состоянии. В наше время можно какие-то, ну, я говорю, сейчас мыло есть, и... Поэтому вот в целом вот это основной. Но есть какие-то моменты дополнительные, естественно, которые надо учитывать. Это, я же не один сам мой, это ты моешь кого-то. Поэтому, кто может присутствовать, кто может быть покойно? Да, близкие, это нет, действительно, у большинства. Мазхабав, это считается прямо приоритетом. Если отец жив, или сын, или, ну, то есть брат. Брат, а, вот это, папа, сын, брат. У них даже прямо целый порядок, кто имеет право, в первую очередь. Естественно, если человек сам хочет, а если он сам говорит, я буду. И всегда, ну, это редко так бывает. Это очень редко. Теоретически, да. В реальность жизни редко бывает, что родственники в состоянии это делают. Вот, поэтому бывают люди, которые просто, назовем их профессионали, да, вот, которые вот, все, они в этой местности известно, что они это делают, гусуль и так далее. У них опыт, как-то немножко стойкость. Я вот помню, что в Карелии я на всю республику, на 180 тысяч километров, в округе я один умел гусуль делать. И, да, не было, потому что я кого-то в зал поможил, я говорю, ну, смотри, помоги, и смотрю, кого нет, он уже лежит. А вроде мужик такой, да, сильный все такой, но увидели, что не мог выдержать нам. Да, не все, видимо, в силе или привык, для них это привычно. Ну, может, я учился на медицинском факультете, поэтому это немножко для меня было, ну, не... То есть мы понимаем, что это человек, хоть и мертвый, но человек, как-то, да, хамдуаллах, нет вот этот страх там и так далее. Так вот, обычно так, родственники могут присутствовать, может быть, видеть, но это считается по исламу нежелательно. Сидеть, смотреть, не делать ничего, это считается нежелательно. Присутствуешь, помочь, а сидеть, смотреть, нечего смотреть на этот процесс, если ты не помогаешь. Но некоторые, конечно, начинают плакать и так далее, не стану я же драться, ругаться с родственниками, иногда тяжело, или выходи, или я не буду делать, ну, зачем эти разборки, иногда просто чисто. Но мы им так и говорим, это нехорошо по исламу, ну, вы как хотите. Имейте в виду, если ты не помогаешь, стоишь, плачешь, плачешь. Да, мешает на самом деле, да. Стараемся объяснить им, пожалуйста, так не принято, так далее, ждите там. Мужчин моет мужчин, женщин моет женщин. Есть исключения? Нет. Да. То есть муж может свою жену? Можно, да. Жена может свою мужа? Большинство ученых говорят можно, не все. А вот муж, жену, все говорят можно. А вот жена, мужа, большинство. Не все, но большинство. Ну, если вдруг, прямо так, я не знаю. Абубак Расадих, насколько я знаю, сам завещал, чтобы его жена бы смоет у нее. Он так говорил, он прямо завещал. Поэтому, если прямо есть какая-то такая просьба и так далее, то, пожалуйста. И, видимо, она грамотно и знала, что делать, да. Поэтому, да, родственник, родственник, но если он ничего не умеет, ну, опять, это просто мешает. Если он умеет, это понятно, но если он не умеет и не знает смысл его присутствия. Но мужчины, да, мужчин и женщины, женщины. Это принцип, конечно. Но есть такие истории или ситуации. Я раньше читал в книгах и думал, что это фантастическая история. Разве такого реально бывает? Женщина умерла в обществе чужих мужчин. Ну, то есть там ни муж, ни сын, никто вообще. Это все для нее это чужие мужчины. Что, как делать? Я думаю, это как раз бывает такое. Или наоборот. Мужина умер в месте, где все женщины. Ну, ему не этот... Ни одна из них не является мухрамом, да. А попало. Бывало так, что я приезжал в какие места, субханаллах, что бывало так, что мы все одни мужчины и женщина одна там, да. Была умерла, мусульманка. Такие бывают ситуации. Как бы раньше иногда ты читаешь, говоришь, ну да, да, фантазия. Шехи фантазируют. А оказывается, нет, не фантазия нам. В таких ситуациях что делать? Делать таямум. То есть просто бритвая руку и все. Но не открывает ничего. И все, сразу кафон закрывает. Потому что нельзя смотреть на тело. Да, аура женщины, даже если она мертвая, она все равно не есть свой... Чтобы вы знали, тело мусульманина, когда он умер, не теряет статус уважения. Не то мертвый, какая разница. Мухаммад, салаллах, сказал, ломать кости мертвого, равно преступлению ломать кости живого. Представьте, если какой-то сумасшедший сломал кост мертвого, получает уголовное наказание, как будто его ломают живым. То есть делать больно или что-то такое нехорошее, ему понятно, что ему не больно. Но мы, как мусульмане, мы должны уважать тело мертвого и не вести себя так. Поэтому кого ты приглашаешь в умовение, человек должен быть набожным, верующим, ведет себя уважительно к телу умершего. Еще очень важный амманат. Очень многие вещи... То есть люди умирают от разных причин. Кто-то пожар, кто-то утонул, кто-то... И тело выглядит иногда в не очень хорошем виде. И мы видим вещи какие-то неприятные. Это не как в фильмах или сериалах, или, не знаю, учебные программы показывают, там все такое красное. Нет, человек умер, тело может быть совсем... После болезни, после убийства, всякие вещи были. Мы видели всякие вещи. По исламу, когда в ходе говорят, как он? Шутка, как выглядит? Нельзя рассказывать плохому. Это амманат. Ты не имеешь права сказать, тело его ужасное. Ау-забиллях. Пахло страшно. Там какие-то... Это харам, чтобы вы знали. Если ты видишь что-то приятное, сунна рассказывает. Машаллах, как будто они мертвы. Как будто улыбаюсь, какой-то свет. Если хороший, ты увидел, рассказывай. Пожалуйста. А плохой? Субханаллах. Поэтому он как будто даже после смерти у него есть честь и достоинство. Никогда не забываем этот момент. Братья и сестра, который умер, он еще и есть в плане уважения к нему и статусу. Вот он не знает, что умер, значит. К сожалению, в Европе и в России в том числе у них отношение к мертвому, что его нет. Поэтому минимум уважения, к сожалению, к телу. Очень. Я понимаю, что кто-то врач или работает в морге, каждый день видит, и он уже сердце выдумал. Мы не знаем. Есть такое. Но тем не менее, мы не должны быть. Это не должно быть. Даже если так получилось в жизни, что это у нас несколько раз было. Мы все равно уважаем. Мы должны понимать, что это человек, который мы обязаны перед ним проявить уважение. И вот есть нещие, которые кроме перед тем мы обмываем тело, мы должны учитывать. Во-первых, аура. Ты же обмываешь тело полностью. Но ты аура. Даже если я мужчина, мое тело мужчина. Это означает, что аура могу смотреть? Нет. Мухаммад саллаху 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 пусть мужчина не смотрит на ауру мужчину и женщина не смотрит на ауру женщин. Поэтому мы закрываем специально. Сначала тело, допустим, мы берем какое-то полотенце, допустим, какое-то, да, и вот закрываем ауру. Потом снимаю одежду. Да, то есть сначала закрываю ауру и снимаю одежду. И когда приходится мыть и так далее, вот это место, то есть я мою, мою, и это место всегда через тряпку или надеваю, скажем, перчатки с чем-то, чтобы не было прямое прикосновение к месту ауру. То есть я всегда мою вот так. Да, то есть не прямой, а вот так. То есть вот так моется вот место ауру. Да. Перед тем вообще мыть нужно живот, то есть потихоньку тело поднимает и мягко давать на живот. Потому что если остатки есть какие-то в пищеварительной системе, чтобы если да, вышла грязь, а потом думаю, поднимается в сторону и тряпка моется, если грязь вышла. И когда мы мы... Все, вот это главное, что перед то есть вот так. Если потом что-то вышло, не портите гусуль. Если вы все мыли и так далее, а потом все-таки выходили какой-то там на джаз, это не надо повторить гусуль. Это уже необычное повреждение потому что. Просто промывайте грязь и все. Не надо повторить весь процесс. Желательно тщательно мыть части тела, которые глаза, уши, рот. Желательно. Но как бы как я вам сказал, сначала там правы. То есть если кто-то даже может помочь, на ногу вот так, то при этом закрывается аура, моешь сначала там спину, потом поворачиваешь вот так. То есть это все делается потихоньку, не спеша. И вот по этому порядку. Один раз можно первой водой. Обычно я так делаю. Обычно первый раз водой, второй раз с мылом, да, а потом третий раз водой. Ну, как минимум три раза. Тоже голову надо мыть. Стричь что-то. Есть спорные среди ученых. Большой самадов говорит, нежелательно трогать волос. Ногти стричь, уси, там, если мужчина, там, что-то, да. Говорят, желательно делать. Хамболите, единственные, которые говорят, наоборот, желательно. Какой у вас мадхав, как и делать. По-моему, здесь в основном ханафиты. В принципе, не надо ничего трогать. Так и есть, так и моем, и все, да. И после того, как мы промыли, мы меняем это полотенце на сухое, то есть сухое поднимаем, снимаем это мокрое. Ну, то есть как бы сушим все тело, то есть надо сушить тело полностью. И использование вата, закрываем места, которые может быть на джаз или какие-то выделения. Глаза, нос, уши, то есть места аура. Эти места это как бы закрывается как бы вата. И чтобы на всякий случай если какие-то выделения может быть. И потом приходим к процессу что? Закрывание в кафе. Кафе желательно, чтобы белый сидит. Некоторые говорят только белый. На самом деле неважно. Ткань главная. Чтобы было хватило на все тело. Чтобы это из денег халяль было. Желательно из-за его же имущества. Ну, только если родственники говорят, мы не это. Ну, в наше время сами родственники говорят. это не проблема конечно. Шариат в первую очередь говорят из-за его же имущества. Что он оставил из-за его же денег из-за наследства. Потому что все расходы на процесс джаназа по идее берется из-за наследства самого человека. Ну, только если родственники говорят, я... Обычно так делают родственники. Я сам трачу. Не думайте по этому вопросу. Мужчина три кафе. Кафе на саванне. Три кусочка материал используется. И они отдельный стол делаются допустим. Не знаю, помощник может мне нужен. Нужно кто-то поможет. Пока покойно поставим в другом месте немножко. Да. Да. И вот смотрите. Мы как бы на столе выбираем какой-то стол рядом и постелим. Правильно? Первый. Первый должен быть самый лучший и самый длинный. Если они не одинаковые. Если вдруг они не одинаковые покажутся или что-то такое, то мы сначала первые. Почему? Потому что вы догадаетесь, что он естественно окажется внешним, чтобы выглядел максимально хорошо. И мы все три слоя. Потом пожалуйста теперь можно пожалуйста и мы начинаем с внутренней. Внутренней первой. Закрываем вот с правой стороны сначала. Вот так мы закрываем хорошо с правой стороны до конца. Естественно мы сделаем так стараемся чтобы над головой осталось и под ногами. Поэтому конечно постараемся изначально длину достаточно. Если вдруг тоже как бы фантастически бывает в наше время сейчас в наше время ткан это не проблема вдруг то предпочтительно голову закрыть чем ногу. Если вдруг нога останется открыть это не так ужасно если бы голова стала открыть. и потом вот тоже внутренний второй вот так закрываем потом второй то же самое и потом третий я вам сказал что мы внутри вата закрыли где надо вот когда мы закрываем первый кстати мы убрали полотенце от аура убрали и все закрыли полотенце там не оставляем забираем больше ничего не оставляем кроме ваты и вот этот материал и разрешается веревками над головой вот это закрывается ниже ноги и вот раз два вот здесь рука бывает кто-то говорит рука так кто-то рука ну как правило обычно рука оставляет просто по бокам есть иногда бывают проблемы если тело уже давно умер иногда тяжело двинут да это есть проблем но поэтому если бы было все в порядке и человек после смерти нам разрешили сразу там да не было бы никаких проблем то обычно кто занимается похороной знает этот момент что надо двигать суставы пока трубные окончнение не произошло как называется правильно вот это да что вы сказали да то есть когда ты двигаешь она уже будет немножко эстична да но к сожалению редко тоже так бывает потому что обычно мы забираем из больницы или так да то есть где этот момент они не учитывают но если есть возможность вот это делается двигать суставы и все даже когда начинается этот процесс все равно они становятся алистичны и можно оставлять как хотим да руки в сторону вот глаза закрываются если они открыты закрывают если есть возможности да все единственное это есть традиция но она как бы немножко потеряна сейчас но она есть современный пророк это благовоние это передать хороший запах каким это образом происходит разными методами иногда на самом само тело то есть само тело когда после того как мы помыли мы нанесли на разных местах тела где обычно при жизни человек оставляется тоже мы оставляем может где лицо руки на шее мы можем оставлять какие-то кабли благовония или мазать что мы такой мускус какой запах который приятный и также раньше что делали сам кафан на бахурнице знаете вот это ну не знаю ладан да раньше как у православных сейчас почему-то я когда говорю это это православные но вообще-то и мусульмане тоже это использовали да вот ладан брали вот этот дым да брали кафан и над дымом держали чтобы он пропитывался этот запах и вот поэтому сам кафан пахнет тоже приятно поэтому в принципе если в наше время так не делают особо или я не видел я не знаю может я не делает ну если нет то можно на кафан тоже благовония масло какое-то да это считается желательное действие чтобы запах был приятный и на всякий случай он как бы может закрывать какой-то запах если неприятно и тогда как видите процесс в принципе сделан следующий шаг это намаз но я пару слов скажу если есть исключительная ситуация на бусте человек умир от пожара тело сгоревшее воду помьешь кусочки будут как-то понимаете или случилось так что нашли человека после долгого времени то тело наше разлагаться есть разные какие-то нетипичные ситуации таких бывает часто к сожалению тоже смерть есть смерть не все умирает как как думаем так мягко легко хорошо накрывать смерть бывает разная после аварии после убийства сколько можно видеть поэтому если есть затруднено гусуль мы даем сколько можем но если затруднено то мы даем таем а если даже затруднено то мы ничего не делаем отпадает обязательства знаете такой у нас где было в этот пандемия когда была пандемия нам не давали тела вообще нам дали их салафанской такое нельзя открывать то есть нам нельзя было не разрешено вообще дотронуться до тела даже таем не запретили поэтому отпадает даже фетва было совет что отпадает гусуль то сразу мы их в кафе закрываем и все понимаете то есть мы делаем сколько одним простым правилом сколько сможем сколько сможем то делаем если что-то вдруг что-то ограничивает не переживайте так мы могли сделать что могли когда закрывать кафан следующий шаг это нести до места где мы нежелательно молиться в мечети мне виду внутри здания внутри здания считается макру даже если мечеть то на площадь рядом с мечетой ну как-то ну не самой внутри мечеть но не харам если вдруг зима холод ну не знаю есть какие-то исключительные ситуации можно в мечети но так по идее джаназа намаз не делался внутри самой мечети причин разный сейчас просто нас время не хватит но суд вот таково что джаназа намаз делался внутри в стенах мечети кроме как исключение джаназа намаз можно сделать на кладбище и можно делать до кладбища да то есть можно у мечеть потом отвезти в кладбище но в книгах много говорится как нести тело мертвого в принципе христиан христиане говорят в бред ногами города у нас на самом деле принципиально нет но у нас даже наоборот чаще голов и обычно носят на 4 человека должны носить и они должны меняться в книгах помазал всякие там сначала ты должен брали еще потом идешь поменяешь сюда потом идешь сюда потом идешь суда то есть кольцо потом приходит другое поменяйся с тобой вот так то есть четыре человека потом другой ну вот так то есть люди должны нести до кладбища и все поменяется по очереди и вот такому то есть ты не просто односelas потом другом глаз нет сейчас моя очередь приходит который за мной я иду по met этой и вот так мы идем вот в таком процессе все время меняемся и желательно ходить немножко таким бодрым шагом немедленно оба быстрее ходить люди остальные который провожает где где мотив впереди рядом сзади больше сочинга разница нет но все-таки по моему ханафиты говорят все-таки лучше позади эти там да некоторые говорят лучше впереди это там разница нет там кто-то говорит мужчине впереди женщины сзади кто-то говорит вообще женщин не надо чтобы шли туда это как хамболиты вообще запрещают чтобы женщины шли до макру ну не харам год макру тахрима говорят вот ну в любом случае если человек себя ведет не хорошо то им нельзя мужчин или женщин если он начинает рвать свою одежду волосы за что это мне почему вы забрали раньше времени ну это это иди домой лучше не надо такие вещи а когда время когда ему 80 лет это раньше времени тоже не знаю а типа а ему 80 все вовремя никогда не бывает вовремя поэтому мы следим за языком и не говорим греховные вещи правильно у многих ученых говорят макру носить на что-то на транспортности кроме если это далеко да мы живем в таких городах всегда далеко как правило да тут не бывает кладбища вот она за но понятно что в таком случае ничего страшного на машине тогда но это мы говорим так желательно сам самый главный это намаз сумме это дело ради намаз а намаз он совершается же на за намаза особенный на вас мухаммад саллаллах и салям сказать как можно больше народа соберетесь одном ходить и гости если три ряда будет молящийся это шафа для мертвого это хорошо ему это заступница за него судный день будет гореть столько верующих за тебя помолились и бомбали бросили сказали что ты верующий то для тебя это имеет значение представлять это ему польза будет поэтому некоторые сахабы табин следили чтобы допустим 6 шайк пришло там первый ряд 2 2 ряд 2 2 3 3 2 чтобы было три ряда на другом ходить играть если 40 человек пришли то это шафа для не ушел момент то стало и упростить даже если он грешник если 40 верующих пришли за него молиться другом ходить и 100 в любом случае это важно это хорошо и это хороший признак когда чем больше народа придут молиться за человека и если они выбирать что праведные хорошие люди поэтому звать люди и по исламу это великая награда провожать до мертвого до кладбища и остаться при помолиться за ним вам сосангад гора награда гора уход если ты просто провожаю как будто горы уход весом горы уход наград а если типа месяца за него что джана за намазу еще одна гора весом горы уход наград и молитва происходит есть имам и за ним молящийся нету руку а не сужу до молиться стоит из 4 так бират вовы что сама зубов она фитов отличается немножко на ханафиты один раз только руку поднимает аллаху акбар потом три раза аллах она ведь они поднимают больше руку да то есть аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар аллаху акбар ассаляму алейкум ахмуталлах ассаляму алькахталлах вот внешне как выглядит молитва если он только это дело в принципе молитва принято понятно шафе это будет поднимать руку каждый раз аллаху акбар говорят хамбалите и малики ты будет один раз салям делать ну вот например кто-то в мекке было заметили наверно что они только один раз салям дела на здесь есть мелочь отличаться что читается внутри моя молитва ничего фардова нету обязательно все желательно как правило ну правило как правило так после 1 такбир читает обычно фатиха 2 такбир читает салават аллаху салли аля мухаммаду али мухаммад камусаллайт абайм аля Ибрагима вот этот салават 3 такбир читаешь дуа за покойного есть дуа которая известна пророк саласом говорит разный дуа даже если ты умеешь хорошо если нет, ты просто своими словами делаешь за него дуа. Аллах, аллах махфиллаху, архаммуху, вакхирмляху, залахулаху. Есть такие, Аллах, прости его, помилуй его, прими его хорошим приемом, защити его от адского огня, от мучения могилы, дай ему рай. Такие дуа, такие слова, если вы не знаете дуа в арабском, это можете обычный дуа. И обычно после последнего токмир ничего не говорят, или дальше дуа говорят за себя делаешь дуа. Аллах, мне прости, если я приду к этому. Прости его и прости меня. Аллах, прости тем, кто присутствует, и всем, кто отсутствует. Прости наших мужчин и женщин, взрослых и детей. Такой дуа тоже есть. А если это ребенок, то делать дуа, дай Аллах терпение его родителям, что это для них была награда. Кстати, насчет ребенок. Этот процесс делается, если ребенок родился и дышал хотя бы одну секунду. То есть признак жизни был хотя бы на секунду. Если один вздох делает, все, это живое, и надо все сделать. А если он родился без признаков жизни, его просто кафан и хоронят без жена за намаз. То есть нету никаких обидов, просто похоронят. Закрывают и похоронят без жена за намаз. А если признак жизни делается, жена за намаз, дуа и все остальное. Да, ну, в принципе, обязательно никаких нет. Просто похоронить надо. Закрыли и похоронили. В принципе, если, ну, представь, выкадешь или что-то такое. Итак, сделали молитву. И последний этап – это похоронить. Обычно мусульмане хоронят в ляхад. То есть могила должна быть достаточно глубокая, чтобы тело, ну, не было бы какой-то причины, что животные могут до них докопаться или… То есть есть это условие, да. Обычно говорят, высоты, половина высоты взрослого мужчины. Чтобы мог человек спуститься и, ну, то есть, ну… И делается ниша в сторону кибля. То есть могила вот такая, и вот какая-то ниша в сторону кибля. Потому что покойник должен лежать на праве бок, лицо в сторону кибля. Не на спине лежит, а на праве бок. Его лежат в праве бок, потом закрывает кирпичами или какой-то плите. Закрывает вот этот ниша. И вот закрывает. То есть песок не падает на его тело. Он внутри этой ниши похоронен. Спесок закрывает сама яма, да. Если особенности, ну, в земле есть такой, да, что не позволяет, все получили, что-то такое. Делается не лахда, делается, называется шак. То есть вот такая могила, потом… Какой-то карманчик такой внутри сидит. И вот туда, в этот карманчик. Тоже такой вариант. И закрывает тоже плитами. Да. Ну, если земля такая. Если не так и не так невозможно, его хоронят просто. Просто, да, закрывать его тело, чем-то защищать его тело. Хоронить в гробу крайне нежелательно. Только если вы прямо вынуждены. Но в гробу, ну, гроб вот это не хоронят. То есть гроб можно нести, используют как нес до кладбища. Но в гроб хоронить считается крайне нежелательно. Да. И все. Желательно, все, кто участвовали в процессе, чтобы каждые три горстка песка бросать. Да. То есть есть даже… Ну, некоторые говорят, надо читать дуа из суры, из Курана. Создан из земли, вернется из земли, и оттуда он воскреснет. Да. Иногда без слов, просто. Да. И потом закрывают. И все. Дуа делается. То есть после того, как похоронили. Понятно, над землей. Правок Саасан говорит, шибр. Шибр – это вот такой высоты. То есть расстояние между это паз и это паз. Можно над землей. Нежелательно там ставить какие-то даты смерти, даты рождения, фотографии. Это все крайне нежелательно. И даже харам многих мазхабов. Можно просто ставить признак, чтобы узнал. Если я могу потерять, если кладбище огромное, можно имя, чтобы найти. Допустим, какой-то… Мамы говорят, просто камушек оставить. Или что-то такое. Если ты можешь этот камень узнать, а если нет, то можно оставить плиту недорогой, без особого там этого. Да, да. Типа из мрамор какого-то это и заказываешь. Это все харам. Если это все может понести ему плохое что-то покойное. Если он не завещал, если он не знал, он не в курсе был, что вы такое натворите, он сначала не в ответе за это. Но если он знал, поэтому мы должны завещать. На могиле не стройте меня там целый этот. Если он мог подозревать, он должен сказать. То ему грех будет. А если он будет знать, что они будут оплакать, кричать, что он такой нехороший сказал, он тоже должен завещать. Такое не делайте. Ибо я не в ответе. Если он завещал людей, ну родственников, то на него греха нет. А если не завещал, он сказал, плакать побольше за меня. И нанимать еще какие-то люди, чтобы специально плакать. Это, конечно, Пророк Саласам сказал таким людям. Англии будут спрашивать. Ты правда? Они говорят, наш лев. Ты правда их лев, да? И Англии будут смеяться над ним. И ему будет плохо из-за этого. Вкратце, ну почти час. Большинство, да, в ханафийском мадхабе, в шафийском мадхабе, в хараме используют аят из Корана на облите. Харам. Харам, да. Ханафийский, шафийский, особенно харам. Как послушать? Да. Если тело, ну, понезамировано нам, и его перевозили уже из страны в страну, то он мало ли смывает гусуль? Да, он смывается. Гусуль делается, не важно, что на теле. Все равно делается гусуль, и все. Независимо. А вот эта ткань, грубо говоря, там же сказали три, они одинаковые должны быть? Или какие-то больше? Нет, они обычно одинаковые. Кстати, женщин, женщин не три, а пять. Да, но там разные. Есть побольше, поменьше. Да, это... Нет, просто что закрывало тело. Нет, смотрите, женщин можно просто пять. Тоже одинаковые, да, да. Ну, смотрите, есть два варианта. Можно просто пять, это достаточно. Просто пять. А можно некоторые, да, некоторые, особенно я видел в Средней Азии, у Татар, у них три обычные, и два, рубашка, и, как называется, чурбаны, что-то такое. То есть, одна, как бы, такая дырка на голову так одевает, и вот одну закрывает голову. Пожалуйста. В принципе, можно и так сделать, это никаких проблем. Главный минимум, в конце концов, один достаточно, если нету. Это все желательно. Да, да. Еще вопрос. В российских реалиях скрывают тело. То же самое, то же самое, просто мы более аккуратны, чтобы вода не попалась внутрь, там, ну, конечно, мы более осторожны, чтобы не получилось, вода попалась в полос, и потом при движении, это, ну, спортили. Поэтому, где швы и так далее, мы закрываем плотно вату, чтобы не, если что-то, жидкость оттуда не вышла, не спортили, как назвать. Кстати, если мы в процессе видели, что спортили, скафан, можно его менять? Можно, проблем нет. Сейчас. Безохоронить, это крайне нежелательное действие. Ученые очень много об этом пишут, просто я сейчас... Есть такой момент, если земля, например, чужая земля. Вы на моем земле похоронили человека чужого. Я говорю, извините, я здесь дом собираться строить, что вы здесь? Это, да, считается причиной. Ну, что-то крайне-крайне, но так, потому что, я хочу, чтобы он ближе к его дедушке, к бабушке. Это такие вещи, честно говоря, ученые считают, что это крайне нежелательное, потому что это неуважение к телу мертвого, потому что он уже процесс разлагаемый нашелось, а мы вытаскиваем. Поэтому похоронили, рахаму Аллах, все. Если похоронили, я говорю, вдруг не в мусульманской кладбище. Может быть, какие-то крайние ситуации, но так, честно говоря, были захоронить этот процесс крайне-крайне, они вот только в вынужденных ситуациях. То есть, это не так просто, как некоторые, ну, как я не мусульман. Да? Да? Да, короткий вопрос, ответы будут долгие. Но насчет кремирования нет, харам. Харам, однозначно. Потому что это, я же вам сказал, ломать кость, это как будто сжигать, как будто ты сжигаешь его живым. Поэтому у нас в исламе категорически запрещено. Если вот никаких вариантов? Никаких, нет у нас вариантов. То есть, вы найди, захороните, где, я не дай же захоронить в ней мусульманское кладбище лучше, чем сжечь. Если нет мусульманское кладбище, можно похоронить в любой кладбище. А это грех на всех, и на поклонника, и на родственника? Я думаю, да. Потому что он не заботился об этом, он не думал об этом, не завещал. Есть проблемы, которые сами виноваты, честно говоря. Вообще не дал никакой завещания, не объяснили. Ему не думал об этом. Но мы делаем, что от нас зависит. Что могли, то сделали. Но если так, ну нигде, но что бы делать? Ну, хоронишь, как умеешь. Меня часто приносит, меня человек в костюме, красавчик такой, и все это, и говорит, давай. Я говорю, снимайте, будем. Не-не-не-не-не, мы будем по-нашему, мама православная не терпит этого. Так у нас так, мусульман. Говорит, не, он будет в гробу, такой красавчик, смотри, прическами, специально ему макияж, а что я могу делать? Я говорю, я могу джанат задымать, Аллах примет, Аллах не примет, я не знаю. Ну, я делаю, что могу. Я как мусульман, сделал, что от меня зависит. Я говорю, хоть когда-нибудь сказал, что мусульман? Ну, вроде, в принципе, я не знаю, что делать? Ну, я делаю, что мог. Я делаю джанат, делаю дуа, его похоронили в мусульман, в православном кладбище, пару, все сделали по-христиански. После меня даже пришел батюшка немножко, на всякий случай. Любой вариант, типа. Я не знаю. Ну, мы как делаем, что от нас зависит. Есть вещи, которые, да, что делать? Да-да, вдруг, да, вдруг. Есть такие люди, живут так. Я бы сказал, что она повторяем, она одна, она с кем-то? По-моему, одна, насколько я знаю, одна. Нет, скорее всего, она одна была. Нет, она одна была. не разрешена, если жена. А, что жена? Ну, может быть, я не знаком, почему причина не против. Но если вариантов нету, то ничего страшного. ничего не надо, все же, ничего не надо. Да-да, ничего не надо. Потому что такой закон, к сожалению. Если человек умер в больнице, это проще. Ну, скорее всего, этого не будет. Скорее всего, не будет тогда. А когда умирать дома, это, конечно, к сожалению, всегда бояться криминал, и так далее, и так далее. Но это тоже, опять же, от нас зависит. Потому что, если мы будем препятствовать, это может быть, ну, как нарушение закона, мы можем понести какое-то наказание, и ничего не получится, все равно сделать. Это вопрос, к сожалению, не к нам, это вопрос уже к законодателю. Когда-нибудь мы, мусульмане, должны на законодательном уровне сделать исключение. Как раньше говорили, фотография без уголовного убора, все, хиджаб уголовного убора. Потом мы объяснили, что кроме, то же самое, кроме, по религиозным соображениям, если люди оставили завещание, не скрывают мое тело, уважать его завещание, допустим. Ну, это надо уже закон об этом и добиться. А? Нужно ли он и работает, или нет? Не знаю, не знаю, не знаю, но надеюсь, что работает. Вы говорили о материальном завещании. Это может быть? Может быть, я не в курсе, не могу вам сказать. Если человек завещал, что не этот, не знаю. Я знаю, что если он органами жертвует, это работает, а вот не трогать мое тело, я не слышал. К сожалению, я этого не слышал. Не могу сказать, сто процентов. Еще можно вопрос? Если он скрывает, там же какие-то... Организм, да. Но, не, мы добываемся... Нет, по закону они возвращают все органы, они забирают. Да. По закону они все органы, все материалы, биоматериалы, да, 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 конечно. По закону они должны полностью. Они же ничего не оставляют на память у себя. Нельзя. Это запрещено. Да. Можешь такое вопрос? Например, если при жизни у человека, была ампутация какого-то органа, например, ноги, а человек сам продолжает жить, что он там хочет делать? Просто хоронит этот человек, все, да, без обрядов. А сна больно, например, если, например, начал ампутировать ногу, и его можно выдают, да? Не, обычно органы не дают, но если вы дали, надо просто хоронить. Но она же не считается живой, поэтому, ну, обычно, да, врачи не дают, они утализируют по-своему, да. Но так это не относится к обрядам. Нет, нет. Нельзя сохранять, да? Ну, нельзя, да, да. Нет, 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 это все, нет таких обязательств, такого нету, и вообще даже такой, скажем, сунна даже нет. Да, да, да. Это просто традиция, скажем, все. Если он не был живым, родился мертвым, его же там просто, главное, чтобы его захоронили. Если вообще не дали, вообще доступ, ну, не знаю, бывает такое иногда, что вообще не дают, но мы, я говорю, опять же, здесь вопрос в том, что мы, что мы в наших руках, если не в наших руках, что мы поделаем? Но если в ваших руках, мы должны захоронить. Да, вот. На кладбище, да, без намаза, без ничего, просто захоронить надо, да. Вы бы хотели, что-то. А, хотелось бы сказать про растительность, говорят, что нельзя идти. Это правда? На кладбище, на могиле? На могиле нельзя трогать растительность. Да, есть мнение, что где люди похоронили, нельзя пользоваться навсегда, как бы, сельскохозяйство, что-то такое. Спорный вопрос. Некоторые ученые говорят, если прошло там какой-то несколько век, или сколько, то можно. А если просто для украшения, то нет, не запрещено. Просто нежелательно считается. То есть, если тебе это кладбище, там зелень, а здесь нет. Это, получается, мы различия делаем. То есть, кладбище, это не место, где мы, да-да-да, соревнуемся в чем-то, даже в растительности. Если это такое дикое растушие, сама... А, убрать-то можно. Просто я говорю, употреблять и использовать нельзя. Вот это что нельзя. А если это само такое дикое растение, убрать-то это можно. Просто пользоваться, как бы, в еде нельзя, или что-то такое. А цветы, например? Цветы специально выращивать тоже нехорошо. То есть, специально выращивать цветы, это считается... То есть, если вы... Ну, есть некоторые народы, традиции принести цветы, там что-то. Я считаю, что это нежелательно вокруг, как бы. Но посадить уж точно плохо. А рис? М? Рис? Рис, ну, тоже это все. Все эти беда, на самом деле, это все новшества, которые... Если я посвящаю кладбище, чтобы дуа делать человеку, все эти вещи... Я могу убрать, чистить, если что. Но вот так, рис, цветы, попьем чай, поговорим... Нет, это все... Это не сунна нашего. Но наше сунна делает дуа, прочитал Куран за него. Вот и все. А на порядке все Куран... Нет, большинство мазхабов говорят, Куран можно читать. Да, да, конечно. Куран, это же... Когда бывает, нельзя Куран читать? Это же слово Аллаха. А где... Кто может сказать... Кто может язык поворачивать, говорит, не читай слово Аллах. Говорит, Пророк так не говорит. Аллах говорит, вақрау Куран, матайяса мухар, читайте, сколько сможет из Курана, Аллах говорит, в Куране. Если вы считаете, что эти аят точно помогают, да, это плохо. Вот так, я просто Куран читал, я просто дуа читал, никаких проблем. Нельзя говорить о плакбищах, если ты... Ханбалитов для женщин нежелательно, но на самом деле нет, ни харам. Если она ведет себя хорошо, не рвет волосы, ни одежды не рвет, там не говорит, мой лев забрали, там всякие вещи, ведет себя адекватно, то никаких проблем. Еще вопрос. В квартире джем надо совершить можно? Да, в принципе, да. Не обидатся не вести в мечеть, в квартире совершить истану? Нехорошо, я говорю, в помещениях, ни в мечеть, ни в квартире, это нежелательно. Желательно, как бы в открытом месте. Но если что, вдруг, ну можно, если крайне лучше. А так, не харам. Тоже два вопроса. во первых встречаниях, сказали, что нельзя выдергивать цветы, вообще нельзя садить. Я слышала мнение о том, что каждый росточек просит за этого человека прощения. Получается, если ты посадишь цветочек, то он тоже будет просить? Это неправда. Нет такого, что растения бросит. Пророк Ассалам однажды увидел могилу и сказал, в этой могиле человек, который в этой могиле испытывает наказание за какие-то грехи, мелкие грехи. И он взял ветку, вот эту палмовую ветку и положил. Он говорит, пока она не высохнет, его наказание будет. То есть, это как бы он заступничество сделал. А вот стала традиция, некоторые стали ветку, нет, это практика сам, что-то сделал конкретно, но это нет у нас традиции, что вот как это. Нет, это все, все это нехорошо. На самом деле, могилы должны быть максимально скромные, простые, чтобы для нас было, знаете, человек не должен идти на кладбище и говорить, райское место. Это ошибка. Он должен понимать, вспоминать смерть. Али ибн и Абитал что говорил? Когда заходил на кладбище, говорит, о, люди живущие в мертвые дома, о, люди живущие в одиночестве, в холодной комнате. Он так говорит с ним. Что вы скажете? Я хочу, вы ничего не можете нам сказать, а я вам хочу сказать, ваши жены вышли замуж за другие. Ваши мужи оженились на других жен. Ваши дети вас помнят редко. Мир, в ваши дома живут чужие люди. Да? Вы только в админ. Он делал такое. А вот прохожу, какое райское место, и деревья, и растения, и цветы. понимаете, кладбище, это место, где нам назидание. Ты пришел, и понимаешь, что это мир. И человек, мы знаем, что он ушел из этого мира без ничего. Да? Для нас это назидание. Поэтому мы не должны портить эту картину. Потом я говорю, кроме любого изменения, это опять же, как будто мы продолжаем наши вот это соревнования в мирской жизни. У меня машина лучше, дом лучше, и у меня и кладбище будет понятно. Это недопустимо, субханаллах. То есть, не желательно и выдергивать цветы, которые там растут, и старники, но не знаю. Нет, я не сказал, что нежелательно, можно выдергивать. Я говорю, да, нельзя выращивать что-то специально и получать. Мы говорим про сельскохозяйственные какие-то, немножко другая тема. А так, ты пришел, почистил, что-то, это ничего страшного. Еще второй вопрос. Вы говорите, что некоторые перевозят своих умерших родственников в свой родной край. Это связано с тем, что родственники хотят посещать своих родственников и также просить за них туа. А получается, что нет разницы для умершего, где за него просят? Я думаю, предполагается, что человек умирает в приеме в Москве. Его хоронят не в мусульманском кладбище. Нет, мусульманск это надо мусульманск однозначно. Как это не мусульманск? Только если прямо вокруг тысячи километров нет мусульманск, ну что я бангу делать? Ну тяжело, дорого, невозможно. Я понимаю. Так-то, что у нас в Москве нет мусульманской кладбищи. Нет в московской области мусульманске кладбище. У нас очень много мусульманск. Даже здесь у нас на Третьем кольце есть мусульманске кладбище. Я все время езжу по Третьему кольцову сказал, ас-саляму алейкум ах-ляд-ди-яр-му-миней мусульманск. Все время делать дуа. Вот это да, там прямо видно мусульманское кладбище, да. насколько я понимаю, сейчас она уже не активна, не хоронит. Да, да. Знаете, говорят еще прошло 30 лет, да, на это место у вас будет? Ну, теоретически можно тоже. То есть, особенность почвы такая, что потому что если мы увидим, что кости еще есть, это нехорошо. И если есть такие места, где полностью тела исчезают полностью, да, разлагаться полностью и кости разлагать. Если эта особенность есть, например, в Медии, на юге есть такое. Поэтому спустя 30-40 лет если похоронить кого-то еще на это место можно. И даже 2-3 человека в одной могиле тоже похоронить. Тоже такое допустимо. Ну, понятно, что это как исключение, но это можно. Это не вдруг местность такая, мест мало там и это. На самом деле нет, на самом деле нет, но я учитываю, уважаю, конечно, желание родственников, которые хотят давать его область там и это. Ну, можно. Я говорю, что нежелательно, я не сказал, харам. Я говорю, нежелательно, лучше человеку похоронить и где он умер. Особенно, я понимаю, если ладно область, ну, 700 километров, это ладно, что терпим, а машина-то за 5-6-6 часов доедет. Но это похороните меня в Палестину, я палестинец. Вот я представляю, мои родственники будут собирать денег, сколько у меня жизни. Понимаете, это уже излищество, да? Излищество. Да. Можно, можно, конечно, да, это дозволено. Жизакум лохи. Спасибо.